Всем добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня я в гостях Галина Ивановна. Замечательного человека, которого вы всегда видите только со спины. И по многочисленным просьбам моих зрителей познакомить вас с Галиной Ивановной. Вот она, Галина Ивановна. Концертмейстер мой. Это человек, который вы знаете уже 14 лет с приходом в наш театр. Которая занимается с нами на уроках, которая делает с нами программы, которая делает партии, которая настолько разносторонний и всячески развитый человек, с которым очень интересно будет вам познакомиться. И в продолжении рубрики «Знакомство с жизнью и творчеством замечательных людей» вот вам замечательный человек, который видел в жизни все, который прошел, наверное, больше, чем кто-либо из моих знакомых, который есть что рассказать, что поведать и чего научить. Потому что многое в жизни, через что мне пришлось пройти, это школа Галины Ивановны, которая меня учила жить, выживать, строить отношения, выживать в театре, поэтому я в нем уже 14 лет, это мало кому удается. И все еще живо. Разносторонний, сильно, как сказать, прошелший жизни все, но не потерявший оптимизма, и она для меня является всегда женщиной-примером стойкости, женственности, целеустремленности, веры в себя и только в себя, которая покладается только на свои, на себя. Поэтому у нее есть чему поучиться, и думаю, она согласится нам рассказать секрет успеха своего и секрет силы воли, секрет стойкости. Ну, я никогда в жизни Лесе не слышала столько лестных слов, это куча сразу в 30 секундах. Это не лестные слова, это я из украинского перевожу на русский, чтобы... И своему, да, я понимаю. Галина Ивановна научила меня жить, и до сих пор фразы, которыми я пользуюсь, и все думают, как говорят, Леся в карман за словом не лезь, этому меня научила Галина Ивановна. Иногда я поетвечу, люди годами думают, что я хотела сказать и как ответить мне. Но это меня научила Галина Ивановна выжить в самые трудные времена. Галина Ивановна это именно тот человек, который дал мне крышу над головой, когда я с одним чемоданом сбежала вместе с сыном. Когда сработал инстинкт самосохранения. Я месяц жила на этом диване, я здесь жила, я здесь была. Пока нашла жилье в отеле, где я прожила, тоже 6 лет, поэтому Галина Ивановна, она очень чувствительная и отзывчивый добрый человек, которая пошла мне навстречу. Одна единственная, которая помогла устроиться и поддержала нужный момент. Я в некоторых моментах, мы с Галиной Ивановной очень похожи, потому что обе с характером. Не всегда мы находим общий язык, иногда мы ссоримся, ругаемся, но понимаем, что жизнь, она учит, она лечит, и надо быть сильными. Вот это две самые сильные женщины, которые, вы видите, они собрались вместе. Галина Ивановна, расскажет вам, Галина Ивановна, расскажите, что вас привело в Днепр? Я отвечу на личный вопрос. Что меня притащило в Днепр-Петровск? Притащила меня нелегкая. Притащила меня сюда школьный интерес. Когда Днепр-Петровский театр обещал всем приехавшим, понаехавшим, обещал квартиры, я приехала сюда из Питера, где перспектива квартиры светила очень отдаленно, своей крышей над головой, она светила очень отдаленно, через несколько лет, дай бог, если получится, а из Днепра-Петровска звонил мне директор тогдашней, фамилия его, по-моему, была Зайцем, и говорил Галина Ивановна, нам очень нужны концертмейстеры, и у вас будет, значит, сейчас комната в общежитии, комфортабельное в общежитии, тут он был абсолютно прав, а в перспективе у нас уже сметано строительство нового дома, и там бы однозначно получится двухкомнатного квартиры со своим сыном, вы же знаете, что у нас здесь замечательный Днепр, что общежитие располагается на 20 минутах от пляжа, здесь замечательный климат, здесь очень чистый воздух, здесь отличное снабжение, потому что Днепр-Петровск, это закрытый город, это город космических исследований и космической индустрии, поэтому здесь как бы и элитные, так сказать, мозги собрались, интеллектуальные, и культурная жизнь цветет и расцветает, вот, и, но, к сожалению, у нас пока еще нет консерватории, поэтому у нас нехватка с кадрами, и поэтому приезжайте, у вас все будут, все благодарят, ну, я приехала. Это был 86-й год, по итогу мы с вами разговариваем в общежитии театра, я и приехала в 86-м году, но только здесь, конечно, все сделано ремонт, ну, естественно, моими силами, вот, и вот как-то это все приглажено, все... Елена Ивановна моя соседка, я на 4-м, Елена Ивановна на 3-м. На 3-м. Вот, и что я хочу сказать, знаешь, что когда я приехала в 86-м году сюда в общежитие, это было, было по тем временам, это было просто элитное общежитие, я сказала, в 86-м, да, я когда-то сказала, это было элитное общежитие, потому что здесь были электрические печки на кухнях, здесь были струненные шкафы, здесь была мебель, которую давали бесплатно, значит, тем же сам общежитие бесплатно менялось белье. Ну, не спрашивайте, какого качества, это был Советский Союз, да? Что еще здесь было? Бесплатно делали ремонт. Мне, например, в комнате постелили пакетки, вы дали обои, которые, правда, наклеивала я тогда сама. Ну, в общем, это вот было так, и потом все поменялось, конечно, но вот, где я была в 86-м году, приехав, работать в театре, там я и осталась. Галина Ивановна очень эффектная женщина. Кто ее не видел, полный рост, мы потом продемонстрируем в конце нашего интервью. Галина Ивановна красивая фигура. И я бывало такое, что я училась ходить, как Галина Ивановна. Я говорю, как вам удается вот так красиво вилять бедра? И Галина Ивановна говорит, ну, конечно, но у меня занос 6 метров. И вы меня учили. Это было написано, это было на автомасах написано занос 6 метров. И Галина Ивановна учила, ну, ты представляешь себе, что вся тяжесть, вот тебя, она уходит здесь вот внизу, как будто шар, а ты легкие руки, ну, и ты красиво идешь. Я действительно репетирую, это я вам сейчас признаюсь, это я такой совершенно не была, а была такой маленькой, перешуванной Лесей, которая училась выживать. Галина Ивановна красивая фигура, стройные, красивые ноги, она носит красивые юбки. И все время я знаю, что когда прошла Галина Ивановна по городу, за ней оглядываются не только мужчины, что само собой разумеется, а и женщины. Ну, вы поняли, да, что у нас Леся это беззастенчивый стец. Нет. А что касается меня, то все-таки я считаю, Леся, что основная черта моего характера, вот на которой я считаю можно остановиться особо, это бобизм-ягизм. Бобизм-ягизм, да. И я очень давно уже стала себя ощущать, что, видимо, я Бабой-ягой родилась. И когда я была маленькая Баба-яга, потом стала, так сказать, совершенствоваться и совершенствоваться. И я думаю, что даже те все советы по выживанию, которые Леся тебе давала, они тоже были от имени Бабы-яги. То есть это такое вот, так сказать, создание, которое бурчит на слово, что здесь все не так, что здесь все надо исправлять. Ну, конечно, и, конечно, не двигается ни пальцем для того, чтобы все это исправить, но, тем не менее, обязательно декларации какие-то, так сказать, обязательно выставляет. Да, Глена, она всегда любит давать свое резюме. Да, 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 абсолютно. Беспрекрасиво, да. То есть спела ты парня, и спела ты роль так, а теперь что, пойдем делать разбор полетов. Да, 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 да. Глена Ивановна справедлива, она притекует, конечно, иногда очень жестко, но доходчиво, понятно, и у нее есть ухо, которое слышит, если что не так, и она... Два. 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 Обычно, вокалисты не окружают вокруг вас, а стоят с одной стороны, это дурит в одно ухо. Поэтому, как говорят некоторые контрмейстеры, на это ухо я уже не слышу, перейди на то. Нет, у меня только одно ухо, это правое, к певцам, левое ухо у меня как ну, значит, будем считать, что у меня только... Галина Ивановна работала в Петербурге, в Мариинском театре, правильно? Нет, 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 это неправильно. У меня просто приезд мой в Петербург был тоже как бы такой... Ну, скометрия. Нет, просто судьба меня носила. Дело в том, что в Петербургский оперный театр приняли моего... Мужа. Приняли моего мужа. Он... Это был Бас. Мы с ним повстречались в Ростовской филармонии, когда я закончила консерваторию. В самом деле у него был замечательный красотый голос. И он поехал на прослушивание в Мариинский театр, Кировский тогда, и его приняли. Год приблизительно прошел в том, что он меня, значит, там манил всякими калачами в Ленинград, тогда в Ленинград. Но у меня были... У меня очень серьезные обстоятельства, у меня мама серьезно молила. И я год еще держалась в Ростове и никуда не ехала. Но в конце концов сдалась. И приехала в Санкт-Петербург. Значит, у меня получилось, что из совершенно не... необозримого моего стажа работы у меня нет ни одного... Поэтому, когда я приехала в Санкт-Петербург, Генинград, сейчас же меня определили, чтобы у меня не терялся стаж, у меня определили замечательное место. Это место называлось Музей Кировского театра. В музее было три штатных единицы. И музей помещался в одном помещении с редакцией газеты Кировского театра. И тоже это было все замечательно, потому что те люди, которых я там встретила, это были совершенно особо замечательные люди. Значит, моя коллега по музею была бывшая блокадница. Этой женщине тогда было лет под 70, то есть она в зрелом, так сказать, достаточном возрасте пережила блокаду. Мой заведующий был театровед, балетовед. в газете работали тоже совершенно замечательные женщины. Одна была журналистом, другая вообще чуть ли не писательницей. То есть она там свое пропала и одновременно имела такую должность, должность заниматься. Вот коллектив был совершенно потрясающий. Кроме того, я попала в такую обстановку. Во-первых, тут у меня даже можно сказать, у меня есть общие черты биографии с Анной Нетребкой, потому что Анной Нетребкой имела пропуск в Кировский театр, пропуск уборщицы, да, а я имела пропуск музейного служителя. То есть нет, я работала, я честно работала не только пропуску, Анной Нетребкой за нее кто-то работал. Я занималась как бы своими делами, а дела у меня были совершенно чудесные, потому что я составляла картотеку, какие дирижеры когда дирижеры были, какими спектаклями, какие певцы там пели. То есть эта вся история была у меня как бы в моих руках. И вот копаясь в этих карточках, мне было безумно интересно в них копаться. Потом я еще закопалась в карточки по я сейчас скажу по оформлению сцены. То есть там были не только карточки, там были фотографии, декорации. Ну это в общем короче это все безумно безумно интересно. и кроме того я имела возможность ходить абсолютно на все репетиции не говоря уже о спектаклях Кировского театра. И это конечно была такая замечательная школа, которая ну я считаю что знаете это дар небес. А потом ну где-то через какое-то время Кировский театр должен был ехать на шефские гастроли. Шефские. То есть бесплатные понимаете шефские гастроли на Дальний Посток во Владивосток к подводникам и морякам Владивостока. И поскольку у них стал встал и проблема с концертмейстером ну как-то никто не захотел туда ехать и портить свой отпуск так сказать вот такой поездкой далекой и неудобной вот тут тут и поджарнулась я им так сказать под горячую руку и они меня использовали вот в качестве концертмистера то есть по прямой моей так сказать специальности и мы поехали и это было конечно это были замечательные две недели в концертах в концертах в военных частях где очень было такого эксклюзивного опыта и и Дальний Восток мы увидели и это был октябрь по-моему месяц и в Тихом океане я искупалась это был первый мой океан в котором я искупалась и что еще там было совершенно замечательно мы давали концерт на том ну сейчас могу ошибиться как называется этот корабль это был корабль где по-моему опять-таки сейчас чего-нибудь напутали не бросайте пожалуйста камни ни в лесу ни в меня у меня склероз а она не виновата я не знаю сейчас это был тот самый корабль где Хрючев с кем-то подписал мирный договор после кубинского кризиса вот с кем-то скажите мне пожалуйста я сейчас перепутаю имя американского президента и я еще раз говорю не кидайте в меня камнями я даже открываю вот чтобы сказать какую-то фамилию и остановилась вот и на этом корабле мы побывали и очень много мы узнали там ну в общем это был такой совершенно потрясающий опыт вот и после того как я вернулась мне пришлось ну пройти испытание такие экзамены в два музыкальных как сказать два музыкальных места Ленинграда и первое место был народный оперный театр это и кировская 20 культур и на самом деле был народный оперный театр певцы которые там пели это были по каким-то причинам выгнутые из консерватории или не закончившие консерватории или не поступившие в консерватории певцы руководил этим театром режиссер из Малигота из малого управленного театра дирижером был дирижер из филармонии концертмистер боже мой как я там встречала такую женщину совершенно легендарную тоже пианистку Татьяну Грандквист и первый мой опыт в качестве концертмистерска концертмистерский опыт в качестве пианистки в этом так сказать оперном театре он заключался в том что буквально когда я вышла на работу у Танечки Грандквист она полумала руку а ей нужно было играть клавиор и оланды но только как бы люди которые следующие в этом деле поймут что я лампет безумно сложная клавиора ее с такими шарами она говорит я левую а ты правую двумя я с вот такими шарами мы играли какие-то спетки парагоны что я делала как я делала ей богу ничего не знаю но после этого меня там оставили поняли что я своими двумя руками могу быть использована как одна рука концертмистера ну вот так меня там не оставили а следующее было испытание значит в театре музыкальной комедии им тоже нужен был концертмистер вот и я пришла значит на прослушивание мне поставили какие-то писанные ноты но тогда мне еще очки не носила вообще зрение у меня было нормальное вот и ну давай я посмотрела на это безобразие и сказала вам петь всех действующих лиц или только час или вы мне кого-нибудь пропоете то есть наглости как вы понимаете у меня уже тогда было не занимать мне сказали а ладно по их всех ну я там бешеным глазом орала просто они катались от того что у меня никогда не было голоса нет он был но я все знаю что он очень большой и очень противный вот просто они настолько они настолько хихикали что не взять меня просто в качестве как бы постоянного так сказать веселящего и бодрящего коллектив человека не взять меня они не могли вот поэтому у меня было значит в Ленинграде вот такие две должности в музыкальной комедии концерт-министр и в этом народном утренном театре тоже концерт-министр ну вот так я сейчас объясню что я имею ввиду Галина Ивановна я когда что-то не туда спою Галина Ивановна пытается меня скопировать и показать своим голосом я сразу поправляю сразу чтобы она больше не показывала да да потому что это конечно я понимаю для запевца это очень серьезное испытание когда я пою поверьте мне да пушки замолкают больше напил да да больше напил да вот 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 Венинград да вот я там 7 сколько вы брошили лет в Венинграде 7 и вы приехали в Днепр сколько лет вы доживете в Днепре с 86 достаточно посчитывает не будем называть страшную цифру не надо не будем называть эту страшную цифру Галина Ивановна она очень человек сильный она эталон того как надо держаться в трудные моменты как надо себя держать и как и надо тут говорит что Леся подает пример женщинам как надо выглядеть как надо себя вести и я всему этому училась честно говорю Галина Ивановна потому что перед тем как прийти и жить месяц на этом диване у меня был как Галина Ивановна сказала мой дом твой дом и ключи от этого дома я приходила я занималась я здесь отдыхала потому что я доезжала из Новомосковска по 35 километров каждый день туда и назад вот если у нас были какие-то в театре репетиции и надо было где-то переждать или просто отдохнуть от ада то я отдыхала здесь с Галиной Ивановна иногда ноги ложила на стенку иногда играла вот 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 это очень правильная позиция вам тоже нравится это ноги на стенке это отличие на самом деле у кого баррикоз болят ноги это по крымым углом мы показывать не будем показывать сейчас не будем сейчас не будем сейчас не будем Галина Ивановна это женщина которая сильная которая намного сильнее меня которой в жизни довелось пережить много всяких ситуаций я не знаю мы можем о них сказать Леся если ты хочешь о моей биографии то давайте просто как бы коротко последний член моей семьи ушел на небеса в 2001 году вот с 2001 года в 19 лет у меня от семьи не осталось никого ну знаете что называется было все сейчас никого не осталось и не будем мы не плакать по этому поводу я должна вам сказать что по моему опыту все мои родные остались со мной они для меня здесь близко душевно мне очень помогает церковь в этом смысле и ну они просто со мной и поэтому я не я ну не то что я не скучаю не то что я не скорблю но они в мыслях они где-то во мне продолжаются и не знаю как даже объяснить эту позицию каждый выбирает из своего из своего опыта то что ему ближе то что ему подходит не могу даже никому ничего советовать но первые наверное лет лет 10 было очень тяжело потом стало легче так что я тоже такой живой пример как бы того что время лечит вот а что касается лесеновой рассказы души раздорающих конечно души шпательных воспоминаний как она здесь была на этом диване ноги задирала это все замечательно конечно но поверьте мне что лесен из своих ты озвучила сколько тебе лет да 40 в этом году да вот она целый месяц представляете из 40 лет она провела на этом диване и она воспоминает об этом как вообще какое-то великое событие леся это 0,00 0,00 0,00 0,00 процента твоей жизни которую ты здесь провела на самом деле Галина Ивановна научила меня жить и выживать в этом театре если бы не ее школа я бы наверное давно меня убрали потому что кому-то мешало кому-то создавало какой-то ненужной конкуренции кому-то кто-то выступал в роли Пырьева если кто-то знает кто-то такой у нас таких тоже хватает в нашем театре я не бросилась под поезд моста но были такие трудные моменты когда Галина Ивановна научила меня как надо поступать и как надо жить и я не пошла по пути такому легкому и быстро карьерному а все-таки Галина Ивановна учись учись занимайся учись и делай свою работу пусть она будет не такая как как там тебе хочется но пусть она вот это вот надо вот это поработай над этим всегда Галина Ивановна советы они очень дельные и умные советы она человек ну для меня пример например потому что пережить в жизни такие трагедии вы Галина Ивановна не сказала я могу это озвучить Галина Ивановна потеряла сына которому было 16 лет он погиб в автокатастрофе и с того времени она одна она никак как это можно пережить как это ну несмотря на все она всегда очень жизнерадостна она путешествует по миру она всегда очень эффектно выглядит и я ее очень сильно понимали что это все держится внутри никто не видит чем она дается какими путями какими силами это нельзя сказать что это хладнокровность или же это житель характера это умение держать себя лезь это бабизм ягизм она же по-любому ведьма раз если не худеет а раз красивые фигуры это 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 о тебе это о тебе но я тебя этому не могла научить потому что меня это не касается я помню я помню трудная я задыхаюсь мне тяжело она говорит а ты поедешь мне не сына и тогда я понимала что вы все-таки сильнее меня потому что трудные моменты вы в жизни решивали лезь 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 это же не я же ничего не сочинила понимаешь я же ничего не изобрела сама я это где-то увидела я у кого-то увидела что это помогает я у кого-то услышала я у кого-то вычитала что это помогает я попробовала потом на себе в самом деле помогает я попробовала на себе то что я тебе ты говоришь походка-походка а я знаю что когда ну тоже опять-таки где-то вычитала что когда тебе очень плохо да у тебя плечи опущены и руки болтаются и уголки губ опустились вниз уже дальше некуда и ну вообще ну плохо короче сделай что тебе хорошо выпрямь спину покрути попой подними уголки губ они сначала не поднимаются не хотят то очень ну ты их носил сделать вот и просуществуй вот в этом состоянии ну хотя бы несколько минут не не спуск в руку потом когда проглядываешь то уже проблема не кажется такой серьезной такой большой потому что ты занят делом тебе надо спину держать тебе нужна походку в походку да походку держать живот втянуть уголки губ поднять это поднять это втянуть это столько задач что все твои трагедии отходят куда-то на дальний план ты делом занимаешься поэтому всем договорим и всем и лезь объясняю и всем кто не попадается на пути и всем объясняю когда у вас есть задачи когда вы заняты решением каких-то задач самых пустяковых самых смешных самых диких может быть по ситуации вот у вас трагедия вы заняты решением каких-то задач все как-то можно пережить можно через это решение поэтому совершенно нехитрые такие способы существования но если для Леси это стало какими-то серьезными такими уроками ну слава богу я Лесю здесь не знала как Леса украинка хоть было у меня лихо но я не признавалась я была горда чтобы не плакать я смеялась не знаю вот Лес но что касается вот этой выживаемости выживаемости в этом мире то совершенно точно что знаешь экологически чистые продукты в этой жизни совершенно не включают в себе в этот список вот список экологически чистых продуктов которые вы должны потреблять в этой жизни не входит в чужое мнение не входит абсолютно и с возрастом ты это все больше понимаешь Галина Ивановна как эффектная женщина она всегда пользовалась популярностью среди очень эффектных красивых мужчин которые выносили ей мозг Галина Ивановна скажите вы не жалеете об этом что у Галины Ивановны все ее мужья были высокого роста по 2 метра писанные красавцы скажите вот ваше мнение уже с опытом таким это было правильное решение вы не понимаете об этом когда-то нет 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 лезь по этому поводу по этому поводу я в самом деле знаете как закрыла тему закрыла когда-то тему фразе моей хорошей подружки которая как бы знала мою биографию да так вкратце она говорит ты знаешь ты отрабатывала эту свою ошибку трижды пока не так сказать не закончила ее отрабатывать когда ты только отработала ее то есть по самой ноздри я повторяла эту ошибку раз за разом несколько раз я повторяла эту ошибку ошибка заключалась в чем что я считала любовью со стороны мужчин да я считала любовью проявление желания ну то есть нормального человеческого так сказать желания для продолжения рода а любовь на самом деле а для меня любовь заключилась в заботе понимаете и получилось так как бы совершенно разные продукты да тебе дают желание а ты платишь заботой тебе дают желание а ты платишь заботой и получается что это вообще какие-то совершенно разные валюты которые которые ходят в разных ну как это в разных путях и нигде не соприкасаются и в общем не восполняют одну одна другую поэтому только где-то ну когда уже все так сказать все вопросы были закрыты я поняла что для единственное выражение любви единственное выражение любви это забота любовь это прежде всего забота это понимание твои ну твоих необходимостей твоей ну в чем ты нуждаешься да ну понимать в чем ты нуждаешься ну если ты нуждаешься как бы ну ты нуждаешься куске хлеба да тебе все время дают соленый огурец соленый огурец огурец ну и в конце концов ты плохо тебе становится от него плохо плохо вот ну короче есть я не знаю я не пыталась формулировать эти мысли но вот самое главное и основное как бы которое могу опять таки тебе умные советы давать что если ты встречаешься с человеком да и если ты хочешь определить насколько он важен у тебя то есть насколько с ним можно идти по жизни то это его забота о тебе и забота не в том в чем ты не нуждаешься да вот ты не нуждаешься вот тебе не нужна у меня допустим у меня была замечательная мама у меня была замечательная семья которая меня очень хорошо кормила мне очень хорошо бабушка готовила она была великолепная кулинарка с тех пор вот когда я осталась одна она не вообще мне интересно вообще это не моя тема зато книжки книжки я говорю мам а можно я куплю книжку она говорит некуда ставить сюда некуда ставить мама а можно я куплю пластинку некуда мне ставить твои пластинки для ехать сюда и слушать музыку здесь не надо понимаете да она очень хорошо обо мне заботилась она меня любила наверное больше жизни она когда когда умирала то она говорила боже мой в каких сапогах ты ходишь я должна выздороветь для того чтобы пойти в магазин и купить тебе нормальные красивые хорошие сапоги понимаешь да вот это ее любовь была такой да а мне а мне книжка нужна была а мне нужна была книжка а я готова была ходить в совершенно любых сапогах мне это было неинтересно и вот тот человек который ваш человек да он будет заботиться не о сапогах на которые вам например да может быть о сапогах тоже но если вы захотите книжку она моя забьется и книжку мне кажется так некоторые зрители придумают и скажут что мы с вами меркантильные бабы которые хотят чтобы мужики о ней заботились но как я знаю женщина даст в 10 раз больше конечно не просто покаять что ты ее хочешь а ей надо исполнить долг а тебе не все равно это на уровне инстинкта я считаю что у женщины на уровне инстинкта отдавать отдавать заботы и думать о тех людях которые я видя ваш опыт поняла что меня хотела одного раза с того времени прошло 8 лет я еще не захотела еще раз попробовать ну лезь это понимаешь сейчас заботливого просто не попадалось понимаешь ну это вообще какая-то вот такая интересная тема которая честно говоря мне вообще сложно на эту тему разговаривать потому что она уже давно вышла из так сказать из-за рамки моих интересов за границу моих интересов ну ты вообще вот раз озвучивал нет но зачем хотите озвучить эту цифру? ну почему нет цифра в России 69 Галини Ивановне 69 недавно не думайте что в общем мне это больше даже нравится так позиционировать 70 минус 1 ну так или 1 до 70 тоже симпатично да нет лучше больше там 50 сквозь а ну можно так в общем то вообще то не имеет никакого значения я думаю сама цифра не имеет значения но то что я чувствую себя такой закоренелой холостячкой и в в этом статусе я чувствую себя совершенно комфортно это меня делает вообще ну плохим наверное советчиком для молодых девушек особенно которым надо создавать семью но тем не менее вот этот вот мой совет что создавайте семью с тем человеком который хочет о вас заботиться хочет заботиться и причем именно соответствующе соответствуя вашим интересам не просто заботиться о чем-то там абстрактном да именно заботиться о том чего вы хотите чтобы совпадали эти интересы совпадали эти заботы мне кажется так как галина ивановна да несмотря на то что озвучила свой возраст она находится в прекрасной физической форме в здравом уме она знает языки галина ивановна работала за границей она в юрдании играла она где она только не была и галина ивановна это наверное единственный человек из моего окружения из моих знакомых особенно из нашего театра так вообще единственная которая путешествует по миру которая ежегодно минимум 4 раза путешествует по всему миру несмотря на нашу очень бюджетную зарплату она умеет экономить хотя одета она всегда очень стильно очень элегантно очень красиво но она путешествует она планирует себе за полгода наперед она покупает вот эти билеты и она ездит по всему миру я не знаю есть ли где-то точно наверное в штатах где она не была а в остальных странах она уже побывала везде я бы сказал а как вы каждый раз знаете куда вы хотите поехать что вы хотите посмотреть Лиса ну я же тебе говорю что я бубы-ига я абсолютно никогда не знаю куда я хочу значит все решается абсолютно случайно потом Леся конечно мне здесь накидала таких комплиментов где я была ей четыре раза в год нет давайте так сказать это самое во первых она здесь абсолютно всю общественность махально обманула она сказала что я владею я владею иностранными языками я прежде всего владею бобизмом йогизмом которые включают в себя вы знаете английский вы можете общаться Лесенька ну нет 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 это же немножко не так вы знаете английский это совершенно не не тот не тот как сказать не те параметры я не ввести если мне надо надо компанию потому что я боюсь вдруг я там потеряюсь Галина Ивановна везде ездит сама и никто не надо в компании они ей будут только мешать она хочет ходить туда куда она хочет она всегда знает что она хочет вот что правильно расскажите как вы всегда знаете что вы хотите нет абсолютно не знаю что я хочу я такая ой чего бы я такого хотела давай-ка я пойду налево вот пошла я налево это всегда правильное решение нет никогда ну просто я я сплачиваю за свои ошибки если я пошла нельзя налево тут просто направление да если я куда-то пошла потому что я там увидела там я увидела церковь какую-то там я какую-то домечку видела а там какой-то дядечка смешной стоит и то я пошла в чужом городе пошла неизвестно куда вот потом значит ходила-ходила потом попыталась по своему телефончику там как это называется по навигатору где я нахожусь навигатор мне говорит что знаете у вас как бы то самое карточки нет гугла скорее и связь потеряна и мы ничего вам не можем сказать и тут а тут у меня замятка заканчивается и остальные такие вещи то есть тут вот вступает на как сказать выступает на сцену мой замечательный английский который так разрекламировали состоит он примерно из десяти фраз значит первая фраза это help me please вот help me help me и тут вот это фраза работает в любом городе европы не громко да эта фраза работает в любом городе европы help me please это уже тебя кто-то будет обязательно спасать вот show me direction это еще одна фраза такая казвенная вот ну очень важно ну не знаю насколько важно понимать по-английски право и лево потому что тебе все равно будут руками показывать вот а главное ну это чему я и тебя учила вот как бы делать эти самые страшные глаза всякие вот желательно как у кота в этом мультике да 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 помоги потом помогите мне пожалуйста ах помогите мне пожалуйста а тут еще ну понимаете бабушка с седыми волосами с таким вот таком жалко печальным виде ну практически весь я не знаю я не знаю молодец или человек который назовется с бабушкой не важно не важно ну во всяком случае ну хорошо пускай там не бабушка работала а работали печальные глаза или гуманизм европейцев но они меня обычно берут за руку достают свои телефоны смотрят куда меня надо отвезти и куда-то меня отводят ну вот так пока еще пока еще все это срабатывало во всех моих многочисленных поездках и с английским и всем остальным да какие страны вы посетили с чего началось 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 это с того какой страны началось это с Италии в которую меня взяли на гастроли в 2001 году вот а потом по-моему я поехала такую туристическую поездку по-моему что-то Чехия с Валакия какая там была ну в общем-то такая близкая а потом меня пригласила моя подруга в Нидерланды в гости я у нее была два раза в гостях по неделе в Нидерландах в Делфте и в Гаге и там значит вот я там поняла что и в этой туристической поездке и в этих гостях я поняла что ни гости меня не спасают ни туристическая поездка меня не спасает потому что мне все время хочется идти самой туда куда глаза глядят ну и потом конечно говорят не приз да и вот после этих опытов в 2008 году я сказала что я хочу куда-то поехать наконец-то хочу поехать куда-то сама в 2008 году я поехала в Вену почему я выбрала Вену не знаю ну вот так вот просто ткнула на карту к тому времени у меня была знакомая в туристическом агентстве я попросила ее помочь с бронированием отеля это был последний раз потому что меня конечно же меня ничего не устроило не то как она мне забронировала отель не то как я открывала визу ну как бы по ее протоколу да я поняла что если я пойду другим путем точно так же как дедушка Ленин сказал после того как казнили его братика да я пошла другим путем это была моя первая и последняя поездка с помощью туристического агентства нет я еще совершала ошибки я еще два по моему два раза я еще поехала нет даже три в составе туристических групп в некоторых странах вот каждый раз я после этого давала себе страшные клятвы что нет нет никогда больше только сама только сама туда куда я хочу потому что они все время делали не то что я хочу не там как я хочу ну в общем бабизм егизм Леся я не знаю какой там характер бабизм егизм вот поэтому если Леся чему-то научилась то молодец ну у нее конечно это все скрывается за милой внешностью за молодостью вот Леся Леся учись помогает мне еще не столько раз стало на одни те же гравли да 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 я мною очень много раз вот понимаете как я еще должна быть загадочной да 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 вдруг кто-то захочет обо мне позаботиться а я тут такой бабизм егизм проявлю нельзя да 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 конечно нет я же еще девушка конечно да да поговорим поговорим через 30 лет есть поговорим через 30 лет я еще может сказать я еще честно говоря хочу чтобы вы мне позаботились понимаете да 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 куда-то везли как говорят от депрессии у вас и два выхода аэропорт и вокзал а нет а нет уже нет выхода нет ну я так поняла что я совершенно не выдержу если меня кто-то куда-то привезет он же меня взять-то повезет не туда и не так он меня привезет и все у меня будет не так да 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 мы же ищем идеальный вариант когда мы будем делать то что мы хотим вот нам так поздно да да ну не знаю не знаю не попадалась дальше что вы говорили нам о Вене потом что ну вот что она должна сказать ну когда я попала Вену а туда именно поехала на 10 дней ого-го-го я была в Вене 3 дня там очень дорогое жилье очень дорогие музеи о Е-датах еще больше во-первых это был 2008 год и ты как бы ты подумаешь что я уже была пенсионерка во-первых у меня была бесплатная виза говорите громко во-первых я была пенсионерка уже в 2008 году нет это я вообще по безвизовому режиму ездила вот сейчас ага да 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 ну в общем у меня была бесплатная виза это одно во-вторых если ты подумай о той цене доллара ну ты в 2008 году ты вообще еще в подлавку ходила Максиму Бургонии ну да 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 вот и все было конечно намного дешевле а потом что касается музеев ну я не считала что музеи это как бы мне не жалко на музей тратиться честно говоря то есть 35 евро на музей это нормально 35 евро на музей 10 часов на какую или Сиси а да да вот этот Шонбург он по-моему да называется вот весь этот комплекс да не Шонбургский это там другое а Шонбургский это тот какой летний дворец да там 25 зоопарк 20 евро потом центральный вот этот самый который центральный исторический 30 евро а вот Сиси самый дорогой это да почему-то не захватывает исторически 30 значит еда это самое минимальное на чем можно сэкономить на на жилье 50 евро на двоих на двоих да на двоих да на самом деле на двоих можно по 25 если на одного ты хочешь так сказать жить на маленьких условиях то это скорее всего 30 30 я жила я жила я жила в Вене последний раз два года назад то есть вы еще раз поехали а вы первого раза это вина это вообще знаете она у меня вставала просто на моем пути она постоянно вставала вот как этот самый страшное привидение потому что в Вену были очень какие-то дешевые рейсы и она как перевалочный пункт была очень удобна совершенно замечательный так сказать официальный момент когда я же говорю я ездила в Нидерланды по приглашению по приглашению это закончились первый последний раз по приглашению я ехала к своей подруге за рубеж и на этом мои пригласительные поездки закончились и вот к ее мужу приехал его значит знакомый и какой-то там ну такой обыкновенный семейный ужин был обыкновенный семейный ужин и я там попыталась так сказать использовать свой этот миниатюрный английский во всей его колесе я смогла по-английски объясниться что я приехала сюда на автобусе и автобус в Нидерланды шел 36 часов и что это значит была замечательная поездка в этом мико-автобусе потому что там было немного людей и что я могла удобно разложить свои ноги то есть я все это по-английски могла сказать поаплодирую моему английскому вот он это все внимательно выслушал а потом я где-то как-то это самое обмолвилась что я конечно вот моя мечта моя мечта посетить Китай он на меня посмотрел и сказал тоже на автобусе это мама портрет мамы да Галина Ивановна на книжке это сыночек Никита царство небесное у Галины Ивановны вот такой замечательный сервант с такими красивыми всякими фигурками это верхний этаж это хрусталь всякий хрусталь который это собирала моя мама это было очень-очень модно в советские времена да это все остатки чешского хрусталя который она собирала а вот а вот ниже это уже пошло ну здесь немножечко как бы и моих сувениров это кто-кто кто-то что-то мне дают а вот здесь внизу вот здесь внизу вот эта эта штучка стекло это стекло если мне не изменить муранское да чуть ли не муранское скорее всего да вот эта розочка металлическая да она из скаловых вар это там можно я так открою она не будет отсвечивать тогда конечно вот сейчас давайте вытащим да не доставайтесь вот нет ее интересно посмотреть вот так видите там еще пыль накопилась понятно да что это цветочек значит вы знаете как он создается вот эта розочка чуть ли не живая да так вот она каменная железная по-моему или живая или с бумаги сделанная но ее опускают варство этой вот водички которую в карловых варах пьют и она там находится в течение какого-то времени выходит вот туда вот такая соли измеревшая потому что там да не только соль и металл и какая-то в общем гадость так во всяком случае так и рассказывают и я ее привезла именно в таком качестве а вот что там на самом деле я не знаю вот такой цветочки цветочек красивый а значит вот это вот тоже мамина вот это ну это по-моему все кто был в Египте или там вот в этих вот это песочек которые так вот художественно заталкивают в эти сосуды да вот это иодания галина да это вам специально сделали для вас ну да вот там если ты попробуешь сделать какую-нибудь матерное осло тебе тоже сделают им же все равно вот что заказывать а вот эти вот два три вот видишь три китайца вот три китайца вот я уже посмотрела этот фильм ешь молись люби да вот а это из китая практически то что вот единственное я привезла такое вот хрупкое которое страшно прикоснуться да чашечка из барселоны вижу написано барселона да гауди вот это мне это очень красивый подсвечник розы да это мне подаила по-моему алиюшка мне это подаила моя бывшая ученица на день рождения наверное вот эти это это ну не помню откуда коралл откуда-то я притащила ну вот понимаете если бы я из каждого притаскивала что-то это был бы ужас кружевицей я помню вы были кружевицей участвовала Галина Ивановна в каких-то конкурсах питья пива нет это было вино 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 это уже тема другого другого рассказа это же множество и в основном ты видишь это в основном как бы от моей китайской от моих родителей и хрусталь такая и вот этот древний очень немецкий сервис тоже из какой-то комиссионки наверное красиво и вот то что у меня мама была большой любительницей посуды ну наверное в советские времена все были любителями посуды да все что-то собрали да это дракон наверное китайский приехал из Китая маленький китайский вот еще один такой ему к парочке я очень мало санзели из Китая привезла и что еще хочу сказать что после того как моя богородица семистрельная тоже мне подоили что я хочу сказать что моя мама была любительницей посуды поэтому у меня это видимо по наследству осталось я посещаю музеи вот всякие как сказать декоративное творчество всякую посуду вот там никогда никого нет я хожу по этим самым по этим залам снимаю это все у меня по-моему тысячи кадров всяких посудных музеев а вот это зеркало такое замечательное это оно откуда это подарок красивый я в нашей общей стыклоне это мне Аленка подает Алена Бокович да? да молодец красиво вот этот хвостик торчит потому что дырочку пробивала я сама собственными фатопьяными ручками хе-хе-хе вот это фатопа